Мир вам, братья и сестры! Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 3 главу, и прочитаем с 14 стиха. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Эта часть третьей главы Евангелия от Иоанна описывает разговор Иисуса Христа с Никодимом. Разговор начался и с первых стихов этой главы. И основным вопросом, который был сложный для понимания Никодима, что это значит родиться свыше, как это может быть. В его представлении это значит, неужели человек может снова, будучи взрослым, войти в утробу матери и еще раз родиться в этот мир. Это же невозможно. Никодим понимал эти вещи и не мог понять того, что говорит Христос. Он пробовал вещи духовные, он пробовал небесные, о котором говорит Бог, измерить и определить земными мерками. И потому никак не мог понять, как это может быть, чтобы человек стал другим. Как это может быть, чтобы в человеке наступят вот такие изменения. И Иисус Христос упрекнул его и сказал, ты учитель Израилев и этого ли не знаешь? Ты должен был это знать. Ты учишь других людей, ты другим рассказываешь Божьи истины, и вот этих не знаешь простых, как говорит Христос, истин ты не знаешь? Никодим не мог понять. Похвальным в его жизни было то, что он нашел время прийти к Господу поговорить. Он был человек, у которого было много обязанностей домашних, общественных, государственных. И иногда мы, слушая проповедь об этом человеке, слышим о том, что он пришел к Иисусу Христу ночью, потому что он боялся за свой статус, за свое положение. Это может быть, но с другой стороны, он с легкостью брал то время, когда должен был быть отдых для того, чтобы пообщаться с Господом, чтобы научиться у Него, чтобы разобраться в истинах Божьих и в конечном счете и в себе. Христос пробует объяснить Никодиму вещи небесные, духовные, а потом все-таки объясняет ему суть вещей, которые понятны были всякому иудею. Как Моисей вознес змею в пустыне, так будет вознесен Сын Человеческий, дабы всякий верующий его не погиб, но имел жизнь вечную. Как Моисей вознес змею в пустыне, Никодим хорошо знал. Он помнил из того, что он учил, из закона других людей, он знал, как это было. Он знал, что из-за того, что пришел грех к Израилю, на их стан нашли змеи, и они жалили людей, и люди умирали. Бог сказал Моисею сделать простое дело – взять из меди, вылить змея, поднять его высоко на шест, и всякий, кто ужален змеем, должен был взглянуть на этого медного змея, и если он на него посмотрит, он останется жив. Трудно себе представить, как это могло быть практически. По подсчетам специалистов в этой области, они говорят о том, что вышло из Египта, израильского народа, ну, где-то там миллион человек. Когда мы говорим цифру миллион, что в нашем представлении происходило в пустыне? У нас в Одессе живет тоже миллион человек. Переселите Одессу в пустыню, в шалаши, в палатки. Что это будет за поселение? Даже сложно себе представить, каких размеров был этот змей в шест, как высоко надо было его поднять, чтобы кто-то там, ужаленный далеко, на краю этого города палаточного, взглянул на этого змея и остался жив. Кто-то поближе мог видеть его очертания, а кто-то, может, издалека видел только где-то там блеск этой меди на солнце и понимал, вот там мое спасение. Вот мне нужно посмотреть в ту сторону на этого змея, и этот яд, который сейчас пришел от укуса в мое тело, он не будет действовать. Мне нужно смотреть вот туда. И если бы кто-либо сказал, далеко этот змей на шесте, не видно его, ну, укусил меня змей, ну, как-то мой организм справится с этим делом, произошло бы обычное явление, наступила бы смерть. А что же скрывалось в том змее, который был на шесте? Какое отношение он имел к тому, что человек посмотрел и останется живым? Отношение имела вера человека в то, что сказал и сделал Бог. Может быть, его взгляд и его мысли или переживания были бы в эту сторону, но если бы не было бы веры, ничего не произошло бы. Бог так сказал, Бог определил, Бог сказал смотреть туда, и я останусь жив. Мы с вами уже почти две тысячи лет отстоим от того времени, когда Христос был вознесен на крест. В воскресенье мы вспоминали страдания и смерть нашего Господа. Христос говорит Никодиму, вот так будет и Сыном Человеческим. Он будет поднят на крест, чтобы всякий, кто посмотрит на Него с верою, не погиб, но имел жизнь вечную. А что думали люди, когда они распинали Господа и поднимали Его на крест? Особый умысел, особые планы, не просто одного Его, а среди двух разбойников. И в этом кроются особые мысли людей и в отношении Иисуса Христа и тех разбойников, и тех, кого наказывали или предавали смерти через распятие. Эти люди настолько злы, что им нету места на земле. Их надо поднять над землей и там прибить. Эти люди настолько сделали грехов много, что их небеса не принимают. Они должны оказаться между землей и между небом. Они не нужны земле и они не нужны небесам. Настолько тяжелы их преступления. Но никто не думал, что Бог так возубил мир. И разрешил, чтобы Сына Его подняли на крест. Чтобы каждый, кто сможет посмотреть, видел Его издалека. В то время, когда Он был распят. Через столетия и тысячелетия. Чтобы Он видел и верою получал прощение и спасение от грехов. Верою. Я повторяю, извините. Может, так далеко израилетянин был на самом краю их города. И только далеко-далеко видел, может быть, блеск этого медного змея. Но верою получал исцеление. Бог разрешил, чтобы Его Сына подняли на крест. И те, кто распинали, могли думать. И земле Он не нужен, и небесам не нужен. Но это был просто еще один шаг ввысь. Снова, чтобы вознестись к небесам. И открыть людям возможность получать прощение. Грех жалит каждый день. Грех жалит много раз. Куда деваться? Где укрыться? Где найти спасение от греха? Он жалит. Он продолжает быть в нашей природе. В нашем естестве. И что сделать человеку, чтобы что-либо изменить? Никодим говорит, ничего не могу сделать. Я не могу еще раз родиться в этот мир. Прийти другим человеком, чтобы у меня этого не было. У меня ничего не получается. И Христос Ему говорит, ты знаешь, как смотрели твои правоцы на змея. Вот так нужно будет смотреть на Сына Человеческого. Так нужно будет смотреть на Божьего Сына, который пришел в этот мир. И почему? Потому что Он так полюбил этот мир. Ибо так возлюбил Бог мир. Мир, слово, в греческом языке стоит космос. Даже не только людей. А вот все то, что есть в Божьем творении, видимые миры, невидимые, духовные, материальные. Все, что есть в Божьем создании, Бог так полюбил, что сказал Сыну Своему, Ему нужно идти. Бог отдал. Отдал так много. Отдал самые ценные. Сына единственного, единородного, который у Него был. Бог отдал. И сказал, что Он будет вот так вознесен, чтобы всякий, у кого появится вера, получил спасение. Отчего же нужно нам получать спасение? Отчего нужно нас спасать сегодня? Чтобы мы те, которые смотрим на Божьего Сына, имели спасение и вечную жизнь? Я уже сказал, от греха. От Него нужно спасение. Основное слово, которым обозначается слово грех, в греческом языке, называется промах. промах. И промах не тот досадный или случайный, где человек так хотел попасть в цель, но вот квалификации не хватило, или что-то случилось, и промахнулся. Нет. Это когда человек сознательно выбирает другие цели. Кто-то увлек, искусил, каким-либо образом человека куда-то увлекли, и он выбрал совершенно другую цель, не Божию цель. Это промах именно в таком значении. Не Божие выбрал, не туда смотрел, не смотрел на Того, Которого подняли, как змея в пустыне, Которого вознесли, а смотрел куда-то в другую сторону, и промах, и снова грех. Так сложно людям сегодня выбирать всегда Бога, выбирать всегда свет, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела Его, потому что они в Боге соделаны. Сегодня очень большое искушение для молодежи. Интернет, телефон и все другие технические возможности. Один молодой человек говорит, у меня предложение к молодежи. Я думаю, что уже не только к молодежи надо об этом говорить. Станьте хоть немножечко аскетами в отношении к интернету. Меньше там будьте, меньше находитесь в интернете, а больше читайте Библию. Определите эти цели и не промахивайтесь. Попробуйте для себя определить, сможете ли вы хотя бы два дня, никуда не заходить, ни в какие сети, а просто пользоваться телефоном, как когда-то пользовались кнопочным телефоном. И вы обнаружите, где вы есть. Вы в зависимости виртуальной или еще нет. А сможете ли вы целый месяц прожить без социальных сетей, уходя от них, чтобы это время посвятить чтению Библии? Люди говорят, да, я читаю Библию каждый день, регулярно, я не могу начать день, не прочитав Библию. Да, и это хорошо и похвально. Но, задаем вопрос, чтение Библии, действительно ли оно есть таким, потому что мы, Божьи люди, которые хотим видеть дела Божьи, творить дела Божьи, идти к свету, потому что там Божьи дела? Или нас просто так научили? Или чтобы успокоить свою совесть? Да, я прочитал сегодня несколько стихов из Библии, у меня здесь все в порядке, и это стало просто ритуалом. И это снова промах. И это снова грех делает свое дело. И это снова не то, о чем Бог говорит. для Никодима стало понятным. Вот что говорит Бог. Вот что Бог делает. Бог Ветхого Завета, Он говорил людям с неба. Он посылал им откровения с небес. Люди знали, что Бог слышит их с небес, и Бог присутствует в небесах. и Никодим теперь смог увидеть, как милости в Бог, и как велика Его любовь. Он теперь послал Сына Своего в мир, чтобы быть с людьми здесь, чтобы разговаривать с людьми здесь, чтобы присутствовать с ними здесь, в этом мире. Как сильно Бог полюбил мир. Он существует на небесах и вместе с людьми на земле. Он пришел с небес, стал Сыном Человеческим, чтобы быть среди людей. Так полюбил Бог мир. И потому Христос, отвечая Никодиму на его вопросы, говорит, вот что значит родиться свыше, вот что значит быть с Богом, и вот что Бог делает через того, кто пришел в этот мир. И Он называет Себя Сыном Человеческим. Друзья мои, Бог так возлюбил мир, чтобы спасти и нас. Бог пришел в этот мир, чтобы и нам даровать прощение и спасение. Бог пришел в этот мир, чтобы и мы были теми людьми, которые делают добрые дела его и поступают по правде и идут к свету. Дай Господина мудрости всегда отличать Божие от человеческого и дай Господина мудрости всегда смотреть на того, кто вознесен ради нашего спасения. Аминь. Помолимся Господа. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас. Субтитры создавал DimaTorzok